МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Класс. Ты кого-то ждешь? Нет. Ни кого. Ну, откроем тогда. Хочешь узнать, зачем живет человек? Здравствуйте. Егор. Даня. Надя. Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Туда? Здравствуйте. Здравствуйте. А мы, разве, договаривались? Так. Это надо завернуть и будет отлично. Как это прекрасно, когда много детей. Да. А знаете, почему? Почему? Потому что я нормальный русский мужик. С корнями. Да, кто без корнями? Да я в деревню уголь привез. Есть такой русский анекдот. Мужчина едет и кричит, люди, я привез в деревню уголь. Лошадь оборачиваются. А ты привез. Лошадь оборачиваются. Ты привез. А что ты обо мне знаешь, почему я решил ехать? Вынашиваем девять месяцев мы, рожаем мы. Ну, а как же тогда определить родительский вклад в гомосексуальных парах? В холодильник отнеси, пожалуйста. В холодильник. Отнеси. Я сейчас тебе твою женщину за две минуты расскажу. Ты на конечный институт. Пошел работать по профессии. Но там платят мало. Ты промучился год-два. Решил открыть бизнес. У тебя ни хера не получилось. И ты стал страдать духовной фигной. Тебя трагическая фигура. Кто? Трагическая фигура? Один мой знакомый. Пойдем покурим. А нет, у нас же не курят это. Фигура речи. Мой старший мат такой сложный. А вот тролльц такой миленький, сладкий. Мужик должен оставаться мужиком всегда. В любое время, в любой стране. Бабы должны хотеть рожать от него. Эх, я записать не могу. Может мне за блокнота набегать? Да. Она двоих родила от какого-то Норвега. А он, может, этот дом для себя строил. Куда ты, как Ляру, приедешь с чемоданчиком? Да будет вам известно, что дети у нее от двух разных мужей. И ни олов, ни кнут к этому дому не имеют никакого отношения. А, ты их по минам знаешь? А фотография у вас в спальне не стоит их? Я не спрашиваю, что стоит в вашей спальне. А мне скрывать нечего. У меня в спальне стоит икона живоначальной троицы. Ой, ну и с Богом. Я вас поздравляю с этим. Я прошу прощения. Не трогай Бога в суе. Да пошли вы! Со своим Богом! Я православный человек. Я не люблю, когда глумятся. Извините, пойдем. Давай уедем отсюда. А пушкинские места? Петербург, Болдино, Кавказ. У нас везде кушкинские места. Ушлепкин, и уноеды. Успокойся, я же. Поразведи демократию. Скоро коровы будут наглого гореть. А почему здесь коровы? А у нас все ни при чем. Ай-пад в руки, плееры в уши, все. Кажется он себя, европейцы. Да мне лучше плеерами. Секунду! Раньше голубей кто кормил? Бабушки? От себя отрывали. А сейчас кто? Бездельники! Это я с голубями в Монтенегре. Это я с голубками в Барселоне. У кого хлеба некуда девать и времени. Те, Сережа, успокойся. В общем так, девушки, я уезжаю. Старший назначается. Айчурек. Так. Это мобильный. Ключи от гаража. Деньги. Митяйки. Вот. Ну, конечно, если он вернется. Ну вот и все. Ну, счастливо вам. Я милался. По кто там денег? Ну что? Это мой личный мобильный телефон. Позвоните в крайнем случае. В крайнем! В Норвегии, если ты отловишься на лжи при получении персонального номера, тебя припроводят в тюрьму. А там хорошо. Там есть бассейн. Шутка. Нет бассейна? Нет, есть. Есть бассейн. У нас учитель на пенсии может путешествовать по всю миру. А разночек газет легко с себя снять в небольшую шале. Я-то, слава Кресту, преподаю русский язык. Я знаю вашу культуру, историю. Вот когда эти профессора были вынуждены торговать дамскими трусами. Трусами. Бродский, Тарковский, Ростроповец. Все уехали. Все. Уезжает свет русской интеллигенции. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мала Гильда Она сказала, ты ее сутенер Сутенеру? Ну допустим В общем так Первое, она встречается с русскими Второе, она пришла сюда в трусах Отдай ту шорта Если ты ее сутенер, ты ее можешь выкупить Если нет, извини за беспокойство Мы ее немножко побреем И воспитаем Ведем ответ, уважаемый Лысая Карточку принимаете? Мы не только карточкой Все валюты принимаем Может вам еще пин-код показать? Орлы, хора, ну отойди на пару шагов Ну что же, за дела? Ну вот, читает А, застегай А, застегай А, он хочет пить новую А, он хочет пить новую Штарт Карточка? Там 612 рублей А? 612 рублей всего Отстегай 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 Меня фотографировать? Что? Если вам сытно бежать Я могу фотографировать Так, в машине не курить, синишками не щелкать Я даже не пью Убой! 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 Спасибо, товарищ Кириллов Это байт Киргиза вообще мирная лиза. Очень трудолюбивая. У нас злые, это якуты злые. Якуты? Да. Стоит, что приезжаем, к рабочим местам отнимаем. Вы и туда приезжаете. Стоит, что приезжаем, Сотрудник патрульной службы в своем заявлении показал, что еще минус. Спасибо. А вот, что на месте аварии не обнаружил таджикских рабочих, но обнаружил автомобиль с поврежденным капотом, туалетную кабинку с признаками вандализма и агрессивно настроенных мужчину и женщину. Почему агрессивно? Женщина азиатской национальности нанесла сотруднику удар по голове тяжелым орудием. Мобильным телефоном. После чего сотрудник обнаружил себя в полубессознательном состоянии в луже септика. Мужчина же издевательски комментировал. Голова-то у вас покрепче унитаза. Я просто боялся, что сотрудник погиб. Я понимаю, вы мне не верите, но понимаете, у них рефлекс. У азиатских девочек рефлекс. Видишь человека в форме, беги. Она увидела полицейского, побежала в лес. Он зачем-то вздумал ее окликнуть. А вы в школе учились? Да. Физику изучали. Вот вы с понятием импульс силы знакомы? Вот смотри, мобильный телефон, он весит максимум 200 грамм. Значит, вот задача. С какой скоростью должна метнуть телефон девушке, чтобы сбить с ног сотрудника ППС с весом более 100 килограмм. Что? Слушайте, я что-то смешное сказал. Есть многое на свете. Вдруг Горацио. Нет, так, давайте мы без Шекспира, да? 62 метра в секунду. Да я это видел. Вот своими собственными глазами. Девушка бросает телефон со стартовым ускорением Порш Каена. Православный полицейский бьет морды во славу Христа. Ленин крутится в гробу. Это бляха, муха. Может быть, водички? А? Принести? Капсулы. Все живем в капсулах. Капсулы, да? Капсулы из квартиры в машину. Из машины в квартиру. Мы же людей вообще не видим. Какая же у нас... Это глобализация. А сегрегацию вообще не хотите? Глобальную сегрегацию общества. С индивидуализацией целей. С полной виртуализацией связей. И что? 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 Нет, ничего. Глобальное гроба на единочество. Извините. Я свободен? Только один глобок. Угу. Нюся. Собери меня отсюда. Пожалуйста. Собери меня отсюда. О, что за амбры от тебя? Можно к тебе? Зачем? Помыться. Ну, помойся. У мамы по-прежнему плохо со сном? Да. И она по-прежнему тебя ненавидит. Ясно. А давай уже я припаркуюсь. Нет, я сама припаркуюсь. Аня, это ты? Да, мам. А с кем ты? Я одна. Спи. Ванна там, я помню. Молодец, и чистая там. Я убил так. А я отстая. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прекрасно. Подержи. Спасибо. Проходите, чувствуйте себя как дома. Да есть хочешь? В стиральной машинке ножка тряпчет. Ты кого сейчас упрекнул? Валерий Яковлевич. Очень смешно. Как пруд ели-то? Отлично. С сыном приехал. Да ты что? Класс. Как сын? Ходит все время поет песенки про кошечку, которая какает колбаской. Мне кажется, это идеальный для тебя пасолок. Спасибо. Ну, ты же у нас тоже любитель дебильных песен. Помнишь, что все время это про что-то там бил про мозг? Ну, помнишь там? Ну, скажу. А где гитара? Там нет гитара? Ты что, с ума за что? Я тебя прошу. Ты не помнишь? Я хочу напомнить. Я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Женя, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ты сейчас петь забирай. Я тебя убью. Скотина. Все. Так. Послушай, приятель, нам нужен твой мозг. Нам нужен твой мозг. Пиздец твой мозг превращается в воск. Превращается в воск. Ты пьешь алкоголь, ты пишешь стихи. Тебе ночами не спится. Отдай свой мозг в надежные руки. Он будет счастлив, он будет трудиться. Твой маленький мозг. Мой маленький мозг. Прячься, прячься. Прячься, прячься. Мой маленький мозг. Прячься, прячься, прячься. Прячься, прячься. Мой маленький мозг. Анюта! Анюта! Мам! Ой, мам, я не одета. Мам, а кто у тебя там? У меня нет никого. Я смотрю сериал. Какой? В великолепный век. А, это там, где так красиво поют. Ай, не надо! Да? Мам! Кто у тебя? Мам, ну что, никого. Я взрослый человек, ты меня проверяешь, как будто мне пятнадцать лет и я курю форточку. Пойдем. Как ты куришь? Я знаю. Я нашла у тебя пачку сигарет. Ты в туалет хотела? Пойдем. Да, я хотела в туалет. Аня, знаешь, что хотела тебе сказать? Тебе сорок? Мне сорок. Вот климакс. Не за горами яичники начнут угасать. Это кто? Это Женя. Я вижу, что Женя. Что он делает? Ну, в калате? А сейчас сниму. Не надо не снимать его без трусов. Я знаю. Мам, я могу принять собственного мужа без трусов? Это не муж. Это человек, который ел помидоры руками из банки. Рыболов-спортсмен. Евгений. Да, Елена Валерьевна. Вы же знали, что ей нельзя застужаться на этих ваших плотах. Мама, ради бога. Сейчас не давайте будем на насужение. Что маме? Не надо. Вот поэтому у вас нет детей. Как прощала им, так и прощаешь. И рыб, и баб, и плоты. Ничего не меняется. Да, действительно, ничего не меняется. Так, ладно. Фух. Я в это. Не надо же... Татьяна, успокойся. Не надо, прошу. Иди. Сейчас мама в туалет придет. Я ее не боюсь. Да. Семь утра. Татьяна, куда вы звоните? Извините, вас беспокоят из библиотеки, пожалуйста. А господин Кириллов в тюрьме? Нет. А что, была возможность? На Нижнекаминском. Молодец. Наргиз. В туалете. Молодец. Шапка лесна была. А это его родственник. Это его папа. Мама. Нет, бабушка. Нет. Нет, все у него есть. Что у него тут не было? У него народ бегал, а выиграл. Да. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Спасибо сказать не хочешь? За что? Не, если тебе нравятся в обезьяннике, то... Господи... Я думал, ты нюсю своими силами. Не буду... Да! У нас всех выпускают. Таким бывшим женам приезжают и деньги возвращают. Сколько? Я недавно лежал, думал, почему ты уехать хочешь? Потом понял, у тебя родственники евреи. Простите, я должен как бы вас... Как бы, получается, моешь и кушай, быстрее форшмак, гости идут. Мы русских своих не бросаем. Когда твоя позвонила, моя беременная вместе со мной подскочила. Телефон скат. На самом деле, я вам очень благодарен. Да пошел ты деньги у нас сегодня. Сергей Витальевич, подождите. Спасибо вам. Извините. Я не еврей. Точно? Тогда трешка с тебя. А... Нет, нет, это не мне. Дежурному. Вонючий сильно. И вы хотите поесть? Слушай, ты меня точно напоминаешь. Прихожу к ней с женой. Она говорит, пельмешки вы выйдете? Ради интереса. Заглянул в холодильник. Двенадцать пельмешек. Ты что, два и пельмешки, мой вы? Да. Дорогая. Ну конечно. Конечно нет, они скунса от жары прячутся. Все. Нет, 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 я сначала в офис, потом домой. Все, проблемы все решил. Пока. Че, у тебя офис есть? Здравствуйте. Зачем черношопом офис? Жили все в коробках, да? Вообще в Челкистане. Да, понятно. Че тебе понятно? Понятна ваша позиция? А то, что они туберкулез с полимелитом в Россию завозят, тебе понятно? Ну, я ж сказал, я все понял. А че за ухмут поеду? А так это не произвольное. Ну, произвольное бывает мочи и спускания. Это, наверное, с личного опыта. Че? Кирилл! Проблемы? Ну, вздри, стулья отсюда. Че, хотели? Мой вы. А ты спрашиваешь, почему я хочу уехать? Сон-зинь, да тейкен то омлегроссис, сетча, роботан, блякнов, фокк, Домби, домби, set, лет, never, Данцинь, комминсунь, А нюй, да стеркалк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok